В этом видео продолжение моего мини-сериала про Elementor, конструктор страниц на WordPress. Как сделать липкое меню для вашего сайта, то есть это ваша шапка сайта, где у вас есть телефон, логотип, меню. При прокрутке страницы залипает вся плашка. Как это реализовать? Бесплатно. Это вариант 2, более простой. Я нашел бесплатный плагин и хочу о нем рассказать. То есть в прошлом видео я показывал, как сделать липкое меню за счет плагина, потом я показал, как сделать более детально, как это сделать. Все же, если вам этот вариант не подошел, я для вас нашел еще один вариант липкого меню. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Небольшая информация. Для тех, кто не знает, если у вас нет времени или вы сомневаетесь, вы всегда можете заказать сайт у меня, позвонив мне бесплатно, номер вы сейчас видите у себя на экране, бесплатно позвонить через приложение Viber или WhatsApp. Давайте обсудим ваш проект. А я возвращаюсь к теме урока. Немного об плагине, который я нашел. Плагин интересно фиксирует шапку сайта. Смотрите, при прокрутке она уменьшается. То есть она шире, прокручу становится меньше, и даже есть возможность обратить внимание на логотип, сделать так, чтобы он уменьшался. Это такой эффект. Возможно, вы видели в шаблонах такой эффект, когда логотип уменьшается. Это можно легко настроить в данном плагине. Давайте рассмотрим, как это сделать. Здесь у меня такой есть прогалок. Здесь, по идее, должно быть меню. Просто временно меню я отключил. Возможно, будет проблема с бесплатным Elementor. Указано в этом плагине, что плагин будет работать только на Elementor Pro версии. Но я попробовал на бесплатном, и у меня тоже все работает. Я перейду в админку сайта. Давайте я вам покажу. Плагины. Активные. Вы можете видеть, что у меня активен только Elementor. Pro версию я отключил. То есть, чтобы без всяких обманов вы точно понимали, что на бесплатной версии тоже все работает. В этом уроке я покажу все детально. Надеюсь, у вас все получится. У кого не получилось сделать липкое меню, но здесь еще проще его сделать. Итак, плагин называется Sticky Header Effect for Elementor. Смотрите, название я копирую. Переходим с вами в репозиторию WordPress и качаем данный плагин. Это плагины добавить новый. Я покажу, как он выглядит. Он у меня уже установлен. В поиске WordPress вписывайте Sticky Header Effect for Elementor. Вот так мы его находим. Смотрите, как он выглядит. Бесплатный плагин. Нажимаем здесь установить и активировать. И где он находится? Не надо сразу бежать и искать его где-то здесь. Я вам сразу сейчас все покажу. Вы сразу переходите в конструктор Elementor. То есть, когда вы плагин активируете, плагин включает в меню Elementor новый пункт с настройками. Мы с вами переходим в страницы. То есть, естественно, у вас сайт уже должен быть готов, чтобы вы могли здесь что-то сделать. Я перехожу в режим редактирования через Elementor режим редактирования главной страницы. Внимание! Мы должны зафиксировать именно всю плашку. То есть, это вот эта вот секция с синими вот этими вот полями. То есть, видим такие точки. Заходим сюда. Переходим расширенные. И здесь мы увидим с вами Sticky Header Effect. То есть, появляется вот эта дополнительная плашка с настройками. Как раз-таки под вот это вот меню. Залипание меню. Давайте я сразу все отключу. То есть, изначально будет у вас выглядеть вот так. Сразу хочу сказать, что есть возможность отключать для планшета или для телефона. То есть, если вы не хотите делать на планшетной версии, чтобы меню залипало, то есть, чтобы оно не залипало, то есть, можете выбрать, например, на телефоне, чтобы не залипало. Это легко можно выбрать. То есть, отключаем для телефона. Если надо для планшета, для планшета тоже можно отключить. И будет работать только для компьютерной версии. Насчет, как устроена у меня шапка. Смотрите, сначала надо подготовиться. Так как логотипа здесь нету в бесплатном Elementor, то есть, именно плагина, я здесь просто использовал имидж. То есть, картинка, плагин обычный в Elementor, да? Где мы можем загрузить любую картинку. Я загрузил здесь свой логотип. Здесь у меня разделено на три колонки. Средняя колонка у меня подготовлена для того, чтобы сюда разместить меню. Здесь просто обычный телефон. И сама плашечка. Чтобы был эффект, что она сужается при прокрутке, то я здесь, смотрите, сделал отступы внутренние сверху 20 пикселей и снизу 20 пикселей. То есть, при прокрутке, чтобы был эффект, что она сужается. Сразу хочу сказать, что в режиме вот тут, в редактировании, вы не увидите результата. Надо сразу будет переходить на главную страницу вашего сайта. И там будут видны все изменения. То есть, смотрите, мы кликаем вот по этим точкам. Переходим расширенный еще раз. И вот она, стики. Header эффект. У вас будет выключено. Вы переключаете ползунок, включаете. У нас здесь есть некое предупреждение, что это для Elementor Pro. Но, не знаю, у меня в Elementor тоже все сработало. Ниже опция как раз-таки показывает, включить где эффект залипания меню. Desktop, то есть для компьютеров. Дальше планшет и Mobile, то есть телефон. Просто по крестику удаляете, например, чтобы на телефоне не работал. И также легко назад можно вернуть мобильную версию. Дальше вот эта опция Scroll. Говорит о том, на каком уровне при прокрутке страницы вниз меню будет показано, то есть залипать. Ну, я эту опцию не трогал. Можете поиграться, посмотреть. Я вот эти все ползунки выключу, потому что изначально у вас будет тоже все выключено. Смотрите, вот этот момент. Включаем его. Это прозрачность нашей плашечки, то есть нашего хедера при прокрутке. Я хочу сразу показать. То есть если включаем, то есть включили здесь. Здесь я ничего не трогал. Здесь я включил. Остальные ползунки пока мы не рассмотрели. Нажимаем обновить. Переходим именно на сайт. Обновляю страницу сайта, чтобы увидеть изменения. То есть смотрите, она у нас как бы, видите, прозрачная. При прокрутке появляется небольшой такой, как бы, прозрачность такая. Ну, то есть я не знаю, можно как-то это настроить, чтобы это смотрелось интересно. Это я выключу. Дальше смотрите, background header. Если включаем, то есть цвет. И ниже цвет бэкграунда. То есть при наличии этой опции и при наличии этой опции. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Еще раз я обновлю сайт. Изначально прозрачная плашка при прокрутке прям белая. Становится. И обратите внимание, она такой же ширины, наш header, как и был. Пока ничего не сужается. Логотип тоже, видите, он не уменьшается. Сейчас мы это с вами сделаем. Вот этот момент я отключу. Здесь я оставлю. Дальше. Border, если включаем, это рамка. Рамка вокруг нашего хедера. Цвет рамки сдается здесь. А вот этот ползунок, это толщина рамки. То есть когда прокручиваем страницу вниз, у нас будет обрамляться красной рамкой 18 пикселей толщиной, например, как у меня сейчас. Ну, здесь я рамку не использую, мне это здесь не очень нравится. Следующая опция. Если включаем, это как раз отвечает за высоту нашего хедера при прокрутке. Если хотите видеть эффект уменьшения, смотрите, как у меня устроено, попробуйте сделать так же, а потом уже поиграйте с настройками, как сделать на вашем сайте. Вы включаете, делаете здесь 70%, как у меня. Но здесь не забывайте в настройках, то есть именно вот здесь, в настройках отступов нашего хедера, задать тоже отступы, как у меня. Что происходит? Вот если наличие этой опции у нас включено, я нажимаю обновить, иду на сайт, обновляю свой сайт. Смотрите, она у меня достаточно широкая, но при прокрутке, вы видите, она сужается. Сужается. Логотип тоже сужается. Но логотип сужается, потому что настройки у меня тоже уже заданы. То есть при включении вот этой опции, у нас внизу еще появляется, видите, лого. И здесь я тоже сделал 70. То есть изначально лого большего размера. Здесь я сделал 70. То есть здесь тоже можете поиграться. Вот смотрите, давайте я, к примеру, вам покажу, чтобы вы лучше понимали. Я сделаю здесь 10 пикселей. То есть при прокрутке логотип уменьшать сильно-сильно до 10 пикселей. Давайте посмотрим, как это выглядит. Обновлю сайт. Смотрите сейчас на логотип. Прокручиваю страницу, и вы видите, как он сильно уменьшился. У нас с вами все получается. В этом видео мы с вами рассмотрели все настройки данного плагина. Надеюсь, вам урок был полезен. И небольшая подсказка по поводу, как пользоваться. Часто у меня спрашивают, что неудобно смотреть мини-сериал, что он не помечен уроками. То есть как 1, урок 2, урок 3. На самом деле все просто. Нужно просто смотреть его через плейлист. Я покажу, как это сделать. То есть вы переходите на мой канал. Дальше вы переходите в плейлисты. Дальше вы находите бесплатный курс по Elementor номер 1 в Рунете. Кликайте по заголовку. И они здесь уже идут в нужном порядке. То есть сверху вниз. Видите, вот 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот это порядок. Нужно посмотреть, если вы это видео сейчас смотрите впервые, не знаете, что такое Elementor, то я советую с первого урока просмотреть все уроки. Тут их более 17 штук. Или можно кликнуть, вот здесь вот ссылка под плейлистом, просмотреть весь плейлист. Вот в таком виде, возможно, вам будет удобно смотреть. То есть здесь тоже видно. Сверху вниз смотрите первый урок, второй, третий, четвертый. И так далее до конца смотрите. После просмотра вот этих вот уроков, здесь их немного, вы будете иметь свой первый качественный сайт на WordPress без знания кода. Я вам точно говорю, вы справитесь. Просто внимательно смотрите и после каждого урока закрепляйте свои знания на практике. Посмотрели первый урок, после него смотрите его еще раз и сразу же повторяете. Ну или сразу же повторяете за мной, когда вы смотрите первый раз. Как вам будет удобно. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok